Батурина не боится уголовного дела и готова судиться с главой президентской администрации Сергеем Нарышкиным. Сегодня жена Юрия Лужкова дала эксклюзивное интервью нашему телеканалу. Напомним, Нарышкин ответил на вчерашнее откровение самого Лужкова. Экс-мэр рассказал, что в его отставке был заинтересован крупный бизнес, а в Москве при Сергее Собянине, процитирую, происходит бешеный распил собственности. Глава администрации президента парировал. Самого Лужкова уволили из-за предельной коррупции о новом витке противостояния российской власти и бывшего мэра наш обозреватель Антон Жилнов. Антон. Да, добрый вечер, Дима, Маша. Жена экс-мэра Москвы Елена Батурина сейчас находится вместе с мужем в Испании, куда они прибыли сегодня на международную медицинскую конференцию. Лужков полгода готовил для нее конференции доклад. В телефонном интервью Елена Николаевна сказала, что узнала о реакции Нарышкина со слов ее пресс-секретаря. Слова главы администрации президента Батурина удивили, и она вместе с мужем готова судиться, либо требовать отставки Нарышкина. Пиар-ход, конечно, на который надо на самом деле, я думаю, что подавать в суд. Или он должен это доказать, или учитываться отставку. Или извиниться, чего я не ожидаю ни от Нарышкина, ни от кого ни от чрезвычайных. А вы будете, кстати, подавать в суд? Всегда, на президенту всегда, даже проигрываю, все равно. Есть, к сожалению, не так много механизмов попытаться сказать правду, и подача заявлений в суд – это один из этих механизмов. Еще недавно самая влиятельная женщина России прокомментировала сегодня вчерашнее заявление Дмитрия Медведева. От Владимира Путина, генпрокурора Чайки и мэра Москвы Собянина президент потребовал привлечь к ответственности федеральных и столичных чиновников, которые незаконно передали Батуриной землю на западе Москвы, предназначенную якобы для иностранных посольств. Жена экс-мэра собиралась построить там бизнес-центр и деловой комплекс. В сегодняшнем интервью Батурина заявила, что дела об этих землях – это больше ста гектаров – находятся в суде уже не первый год, и государство каждый раз эти суды проигрывает. Но президенту заставили сказать эти слова, и еще раз говорю, они позволили себе, президенту, совершать, по сути, противоправные действия, если речь идет об отъеме земли. Батурина надеется, что инициатива Медведева направлена все-таки не на изъятие этих земель, а на расследование того, кто из федеральных чиновников, в данном случае это МИД, допустил нарушение и халатность. По версии Батуриной, это всегда были частные колхозные земли. И то, что люди из МИДа их никогда не выкупали и не оценивали, тем самым игнорируя указ президента Ельцина о передаче этих земель посольствам, это вина МИДовцев. Поэтому вопросы к ним, а не к Батуриной. Сама Елена Николаевна выкупила их, как сказала она, у частного лица. Я их приобретала ни много ни мало у частного лица. Они не были ни городскими, ни посольскими. Они были частными землями, лежащими частным лицом. Это была частная собственность. А кто был владельцем, вот у кого вы приобретали? Владелец. Ну, можете его имя назвать? Нет, я не собираюсь называть. И он тут причем. И он был не первым владельцем, частным владельцем этих земель. Также в интервью экс-глава компании Интека заявила, что довольна сделкой по продаже своего бизнеса структурам бизнесмена Михаила Шишханова из Бербанка. Цену вопроса она называть не стала, но в том, что Кремль оказывал на нее политическое давление, из-за чего она и рассталась с бизнесом, призналась. У нас есть, фактически, соглашение о неразглашении. Поэтому не могу. Это было единственное предложение, которое мне поступило, которое было бы фактически рыночное. Конечно, с учетом реалии той размноженной компании, которая была развернута, но более-менее рыночная цена. Бизнес, между прочим, не зацикливается только на Россию. Но вы считаете себя таким политическим пораженцем в этой ситуации или нет? Бизнес и политика вещь вообще разные. Есть правила игры, которые задаются, и понятия играют. Другое дело, что у нас в государстве зачастую правила меняются для каких-то персон, а для остальных остаются теми же самыми. Ну, значит, такие правила. Мне кажется, это больше, честно говоря, поражение всей бизнес-системы в России, когда по политическим мотивам нужно взять и развалить стабильный, хороший бизнес. Добавлю, по возвращении в ноябре в Москву, Елена Батурина согласилась посетить эфир программы «Харда из Найт» на нашем телеканале. Коллеги? Спасибо, Антон. Наш обозреватель Антон Жилнов взял эксклюзивное интервью на этот раз у Елены Батурины, и супруги бывшего мэра Москвы. Подробнее эту тему мы обсудим в итоговом выпуске программы «Здесь и сейчас» в 21 час. Продолжение следует...